Всем привет! С вами Ольга Придухина, врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, автор книги «Как быстро забеременеть». И в этом видео я бы хотела поговорить о топ-5 правилах, как планировать беременность и быстро забеременеть женщинам после 40 лет. Безусловно, после 40 лет, если вы смотрели мои видео, то вы прекрасно уже знаете, что после 35 лет значительность идет снижение репродуктивного потенциала. И, конечно, для таких женщин мы особо обращаем внимание на то, что не нужно долго затягивать время, нужно как можно быстрее начинать планировать беременность. И первое, безусловно, что нужно, это следить за своим циклом и правильно его высчитывать. То есть обязательно вы должны своему гинекологу, когда придете на прием, предоставить календарик своих циклов, для того, чтобы нам с вами понимать, меняется ли у вас каким-то образом гормональный фон. То есть это может быть более уже укороченный цикл или цикл со временем более удлинился. Для нас это, конечно, очень важно. В зависимости от этого мы с вами будем рассчитывать то, как правильно планировать беременность. И тем самым вы сами будете понимать, как правильно вам планировать беременность. Затем, конечно же, нужно правильно высчитывать овуляции, для того, чтобы попадать именно в тот день и правильно планировать беременность. Так как количество овуляций в данном возрасте может быть значительно снижено. И для того, чтобы нам не пропустить ту самую долгожданную овуляцию. То есть, опять же, учитывая, что может видоизменяться цикл, овуляции у нас также с вами могут изменяться. То есть могут быть более ранние, могут быть овуляции на средину цикла, могут быть овуляции более поздние. Поэтому здесь, конечно, мы должны с вами правильно рассчитывать цикл и знать свои овуляции, для того, чтобы правильно планировать половые контакты. Второй важный момент, это как раз правильно планировать половые контакты. То есть обычно мы планируем через день до предполагаемой овуляции и во время самой овуляции, и через день после овуляции, для того, чтобы успел обновиться сперматогенез, для того, чтобы качество сперматозоидов улучшилось. И, конечно, для нас это тоже очень важно, для того, чтобы выбирать правильные позы для половых контактов. Многие рекомендуют, как раз доктора, многие исследования говорят нам про то, что если после полового контакта вы немножко полежите в течение 15-20 минут, а не побежите делать дела, и то больше вероятность того, что наступит беременность, если же вы сразу там скотчите и побежите по своим делам. Это, конечно, также играет роль. То есть после полового контакта нужно немножко полежать. Некоторые даже предлагают нам подложить подушку под как бы попу, да, под ягодицы, для того, чтобы приподнять и как можно дольше удержать сперматозоиды в полости матки. Следующий момент, третий пункт, это, конечно, соблюдать правильный образ жизни, отказаться от алкоголя, отказаться от курения, постараться максимально избегать стрессов, негативных эмоций. Это тоже очень важно при планировании беременности и стараться внимательно относиться к своему здоровью, что если есть какие-то проблемы, то, конечно, нужно обращаться к врачу для того, чтобы профилактировать или предотвратить данную проблему. Затем, когда мы говорим про правильный образ жизни, здесь не нужно забывать, что когда мы планируем беременность, то нужно исключить бани, сауны, какие-то, наоборот, очень холодные источники для того, там, скалолазание, какие-то экстремальные виды спорта. Это когда мы говорим про те дни, когда вы высчитываете овуляцию и вне овуляции активно планируете беременность. Это очень важно, потому что, как вы уже прекрасно знаете, если мы берем очень горячие бани, сауны, потом очень холодное воздействие источников, то беременность на маленьких сроках может прерваться, так как матка может этонизироваться и по-разному на это воздействие теплого и холодного среагировать. Если же мы с вами говорим про мужчин, то для мужчин, как вы уже тоже знаете, плохо воздействуют на сперматозоиды вот такое горячее воздействие бань, сауны. И поэтому мы, конечно, рекомендуем мужчинам до самого вот этого процесса, то есть когда мы предполагаем овуляцию, хотя бы за 10 дней постараться избегать, а лучше там в течение месяца, вот каких-то серьезных термических воздействий. А для женщин это, безусловно, экстремальных видов спорта, потому что это могут быть и на овуляцию сильно действовать, когда какие-то сильные вот упражнения там, какие-то там скалолазания, то как раз может неправильный немножко поворот сильный, могут как раз действовать вот на тот самый фолликул, который может не лопнуть и возникнуть различные проблемы с этим связанные. Следующий, четвертый момент, о котором хотелось бы сказать, что главное не затягивать время. Если вы после 40 лет решили забеременеть, это прекрасно, потому что вы еще молоды, вы сильны, вы рассчитываете на свои силы, как физические, так и эмоциональные, так и материальные, это ваше полноценное право. Но природа опять же берет свое и нужно помнить, что после 35 лет репродуктивный потенциал значительно уменьшается. И вам нужно успеть вот в то самое окно возможности для того, чтобы забеременеть. Поэтому у нас с вами, начиная с 35 лет, есть всего 6 месяцев, да, после 35 лет и в 40, и в 41, 42 и далее лет, всего 6 месяцев для того, чтобы попробовать беременность самостоятельно. Если за 6 месяцев у вас самостоятельная беременность не наступила, то далее, конечно, нужно уже обращаться за помощью специалистам, чтобы ускорить это время, пока есть репродуктивный потенциал, пока есть возможность к беременности. Это, конечно, важно, потому что есть женщины, которые после 40 лет долгое время не беременеют и пытаются самостоятельно тем или иным способом получить долгожданную беременность. То есть и время сильно-сильно затягивается, вроде как что-то предпринимается, это там у нас различные есть сейчас интернет-курсы и различные там целители, там, как угодно можно назвать, для того, чтобы забеременеть. Но иногда уже репродуктивный потенциал не позволяет женщине забеременеть даже в 40 лет. Про это нужно помнить. И как раз пятый момент, когда мы с вами, ко мне приходит пациент и говорит, Ольга Викторовна, я хочу забеременеть, это действительно прекрасно. Но я всегда спрашиваю возраст и говорю про то, что нам нужно понимать, есть ли у организма такая возможность, потому что, к сожалению, иногда у организма такой возможности нет. А именно нам надо с вами проверить наш репродуктивный потенциал. Сможет ли женщина в данном возрасте забеременеть? Если, конечно, количество яйцеклеток неплохое, организм еще способен к оплодотворению, то есть не вступает в состояние преми на паузы или уже не в состоянии на паузы, то, конечно, у вас есть все возможности в ближайшее время стать родителями долгожданного малыша. Поэтому, конечно, я как целый пункт внесла это в свои топ-5 правил, топ-5 рекомендаций, так как как раз это очень важно, то есть понимать, насколько хороший у вас репродуктивный потенциал, у вас, у вашего супруга, партнера, от которого вы планируете беременность, для того, чтобы нам получить долгожданную беременность. Это очень важно. Иногда как раз бывает и ранний климакс, и у мужчин бывает множество проблем, поэтому вот на этом этапе, чтобы не терять время, мы можем параллельно с планированием беременности вот эти аспекты хотя бы небольшими, небольшими обследованиями посмотреть и сделать вывод о том, можно ли забеременеть конкретно вам или нет. А я больше чем уверена, что если вы решили, то действительно у вас все получится, поэтому не теряем время и как можно быстрее начинаем действовать. Всем спасибо! 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 Продолжение следует...